О том, что завершившийся сезон сериала был одним из самых ожидаемых премьер, говорить не стоит. В нем есть все, что нужно каждому зрителю для увлекательного вечернего просмотра. Сейчас же всех поклонников сериала интересует только один единственный вопрос – когда даже будет продолжение. В случае с другими популярными сериалами вероятность продолжения никогда не списывалась со счетов, даже если создатели говорили иное. Безусловно, многие зрители ждут продолжения сериала, однако пока оно не планируется. Любая информация по этому поводу на данный момент времени является просто слухами, но, возможно, уже скоро мы получим подтверждение в виде свежих новостей от создателей и авторов. Не пропустите! Нам только остается ждать новых подробностей о продолжении анонса, интригующих трейлеров и других новостей об этом сериале, и если будет что-либо известно, мы обязательно сообщим вам в нашем новом видео. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства – овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и особенностями характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут выражены наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход — это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки — сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения, но помимо своей основной цели они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей. Особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор, например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. Каскадеры в фильмах и сериалах — герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательность действий и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности от ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Фильмы или сериалы – вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Они предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя и удерживать его до самого конца. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением потоковых сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов потоковой передачи может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь ли вы поклонником величия большого экрана или глубины развития персонажей в сериалах, нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпании также участвуют в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных компаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями — это то, что движет индустрию вперед. Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели. Тем не менее, как каждый знает, не все фильмы и сериалы одинаковы. Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, почему мы вообще тратим время впустую. Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание? Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории. Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика. В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны, с мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки. Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше. Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны. Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения. У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть. Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть. Это как смотреть фильм, конец которого уже известен. Нет ни удивления, ни предвкушения. Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал, это темп. Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными. Если история движется слишком медленно, нам становится скучно. Если он движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены. Темп — это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно. Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным. Плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее. Но, в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущение безотлагательности и ритм создают или разрушают историю. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка — киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими, предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре, в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатления, которые невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого, предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущая кинематографа, несомненно, будет захватывающим. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создание наших любимых фильмов и сериалов. Но что, если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры, скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящие за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры, что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы, сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. В заключении, хотя может показаться, что титры не нужны, если их никто не читает. На самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Актеры готовы, но не хватает одного важного элемента — звука. Без звуковых эффектов фильм или сериал могут не получиться, и зрители будут чувствовать, что чего-то не хватает. Вот тут-то и появляется искусство звукозаписи. Запись звуковых эффектов для фильмов и сериалов — сложный и увлекательный процесс, в котором участвует команда опытных профессионалов, работающих вместе над созданием захватывающего звука. Эти звукорежиссеры и так называемые специалисты по шумам фоли способны перенести нас в другой мир, дать нам почувствовать, что мы находимся прямо в центре событий. Представьте себе сцену, где персонаж идет в лесу. Шуршание листьев под ногами, щебетание птиц, далекий звук ручья — все звуки должны быть тщательно записаны и наложены друг на друга, чтобы создать реалистичный и захватывающий звуковой опыт. Специалисты фоли используют различные реквизиты и оборудование, чтобы воссоздать эти звуки в студии. От скрипа, перетираемого кукурузного крахмала для имитации шагов по снегу, до использования полотенца и пары обуви для создания звука шагов на разных поверхностях. Но звукозапись — это не только создание реалистичных звуковых эффектов. Речь также идет об использовании звука для передачи эмоций и рассказа истории. Простая мелодия на фортепиано может тронуть струны нашего сердца, а внезапный взрыв музыки может заставить нас вскочить со стула. Звуковые эффекты могут создать напряжение и даже заставить нас смеяться. Одним из самых сложных аспектов записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов является запись звуков реальных ситуаций. Представьте, что вы пытаетесь записать звук автокатастрофы. Ждать, пока эти события произойдут естественным образом, не совсем практично. Вот где в дело вступают звукорежиссеры, использующие комбинацию записанных звуков и специальных эффектов для создания того самого желаемого эффекта. Искусство звукозаписи постоянно развивается, постоянно появляются новые технологии и приемы. От использования бинауральной записи до разработки звукового дизайна виртуальной реальности возможности безграничны. Кроме того, звуковые эффекты не ограничиваются только добавлением реализма или эмоциональной глубины сцены. Их также можно использовать для создания ощущения времени и места. Например, звук дискового набора телефона может перенести нас в прошлое, а потрескивание винила может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе. Но несмотря на эти достижения, для записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов по-прежнему требуются значительные навыки и мастерство. Требуются годы практики и опыта, чтобы овладеть искусством фоли, понять физику звука и узнать, какие микрофоны и методы записи использовать в различных ситуациях. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит все вместе. Это двигатель, который увеличивает доход. И волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше, маркетинговые кампании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые кампании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле, и лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают, и даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше, иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты, и даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии, и поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже право собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция — платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров, ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но, как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшена. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшен может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшена фильм готов к прокату. Однако прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами. Мы сосредоточены на актерах и их игре, но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально. Одним из самых важных членов этой команды является оператор, и во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся. Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы. Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок. Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол. Все это требует выносливости, силы и гибкости, но физические требования — это только вершина айсберга. Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета. Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях, от палящего зноя до мороза, или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой. Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения, такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение. Все это требует технических знаний и быстрого мышления. Затем идут творческие задачи. Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены. Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем. Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок, они остаются увлеченными своим делом. Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену. И они полны решимости сделать все правильно. Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов. Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк. Эти сцены требуют доли секунды и точности. Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов, при этом оберегая себя и свое оборудование от опасности. Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его. И они стремятся добиться наилучших возможных результатов. Снять фильм — немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий и, конечно же, денег. А как каждый знает, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизации кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшена. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов, столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе, как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни, как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты — все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время, как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитостей управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключении отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потеря конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя — все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей.